Максим Шевченко и Николай Платошкин Максим Шевченко ответил на это Платошкину еще более резко. А точнее намного более резко. Но дальше они несколько смягчили свою риторику. И вот интересная новость. 1 августа на канале Шевченко вышел большой стрим. Он называется, лучше зачитаю, «Свобода протеста. Иди на выборы. Леса горят, кому это выгодно. Коррупция в ГИБДД». И он заявил в этом стриме то, что я сделал названием данной публикации. А именно, что он поддерживает заявление Платошкина о том, что тот намерен стать президентом Российской Федерации. Также он считает, что Платошкин должен возглавить КПРФ. Вот как он об этом сказал. Тем более, что он первый, кто заявил, что будет президентом. Будем внимательно следить за его избирательной кампанией. Он также заявил, что возглавит КПРФ. Что логично. Когда в Думе будет КПРФ. Я разве ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь. Он сказал в интервью. Я, говорит, возглавлю. Зюганов уйдет, Афонин молодой. Он организатор. А идеолог у нас кто? Правильно. Николай Николаевич Платошкин. Он возглавит КПРФ. Я за. Я хочу, чтобы Платошкин возглавил КПРФ. Я просто призываю к этому. КПРФ, одумайтесь. Вы проходите мимо своего вождя. Да. И Максим Шевченко детально пояснил, почему он считает это правильным. Он не считает КПРФ в партии. Более того, он все дубские партии считает только шермы, прикрывающих номенклатурную систему в нашей стране. И здесь я с ним полностью согласен. Правда, здесь есть один нюанс, которым я с ним не согласен. Но, думая об этом нюансе, мы сегодня не будем говорить. Далее он сказал, что Платошкин действительно идеолог. Чего и близко нельзя сказать. Что о Зюганове, что обо всем остальном руководстве современной КПРФ. И Платошкин действительно разбирается, что в марксистско-ленинской теории, что в созданной им теории нового социализма. С чем я тоже полностью согласен. Также добавлю, что созданная Платошкиным теория нового социализма стала первой популярной теорией, левой популярной теорией в нашей стране после, скажем так, очень долгого перерыва. То, что коммунистическая теория в нашей стране однажды потеряла популярность, это факт. Сложно, правда, сказать, когда это произошло, просто изучением этого вопроса. Ни один специалист, похоже, детально не занимался. Но ясно, ну, в те же 70-е годы 20-го века в Советском Союзе в коммунизм уже мало кто верил. И ой, как мало кто верил. И вот Николаю Платошкину, как ни крути, но удалось вдохнуть в левую идею в нашей стране новую жизнь. Также в публикации «Рейтинг ЕР стремительно падает, а рейтинг КПРФ стремительно растет» мы уже коснулись вопроса о том, что Платошкин сейчас думает о создании новой партии на базе КПРФ. Что тоже, безусловно, было бы очень правильно. Более того, такой процесс, безусловно, способен привести к созданию в нашей стране настоящей левой партии, а не ее имитацией, которая сегодня, безусловно, является КПРФ. Я также уже не раз говорил о том, что меня настораживает деятельность Платошкина, а именно то, что он упорно игнорирует хорошо известный каждому политологу факт. В Советском Союзе и близко не было никакого социализма. В нем была другая система, и эта система тоже была эксплуататорская. Современные исследователи называют эту систему политаризмом, а Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин называли ее азиатский способ производства, АСПФ. Более того, Маркс, Энгельс и Ленин считали, что эксплуатация человека-человеков в условиях такой системы даже хуже, чем эксплуатация в условиях капитализма. Более того, они считали ее самой гнусной и самой чудовищной из всех эксплуататорских систем. И эксплуатация человека-человеков по Марксу, Энгельсу и Ленину в условиях этой системы хуже даже, чем в условиях рабовладения, не говоря уже о капитализме. Кроме того, меня очень настораживает, что Платошкин открытый сталинистом. А то, что система в Советском Союзе переродилась в политарную заслуга только Иосифа Сталина и больше никого. И Сталин прекрасно понимал, что он делает. Он прекрасно понимал, что предает дело коммунизму и левое дело вообще. Именно поэтому он и приказал академику Струве буквально вымарать АСП из марксистско-ленинской теории, а также запретил преподавание АСП в советских учебных заведениях. И Платошкин упорно делает в этом вопросе вид «я не я и лошадь не моя». И согласитесь, такое не может не насторожить. Мой подробный ролик о том, что такое политаризм и как в Советском Союзе было извращено настоящее коммунистическое учение, будет на конечной заставке. В то же время, вам Платошкина, сделать из КПРФ настоящую левую партию, конечно, нельзя не поддержать. Это, безусловно, очень правильно. Такая, как сейчас говорят, движуха в левом движении, решает, может быть, главную сейчас проблему, которая в этом движении имеет место быть. Проблему теоретического застоя. Я сказал, что Сталин необратимо изуродовал коммунистическое учение. Но есть еще одна деталь, и она не менее важна. Дело в том, что с тех самых пор, а изуродовал Сталин коммунистическое учение в 1933 году, у нас в стране коммунистической теорией считается не коммунистическая теория. А это самое ее сталинское уродство. Так называемый научный коммунизм. И понятно, этот самый научный коммунизм не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Но еще хуже то, что после Сталина, что Хрущев, что Брежнев, что Горбачев, что ныне Зюганов, даже не попытались привести коммунистическую теорию в нормальный вид. Вернее, вернуть нашему народу настоящую коммунистическую теорию. А это пора сделать. И движуха, которую затевает сейчас Платошкин, безусловно, создает для этого условия. Единственное, здесь нельзя позволять Платошкину продолжать делать вид. Я не я и лошадь не моя. Вот это может действительно очень дорого обойтись. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.